московский метрополитен продолжает расширяться и в этом году обзавелся уже пятью новыми станциями 5 сентября была открыта новая станция на юге сокольнической линии потапово а седьмого в день города москвы были открыты четыре станции на новой уже 16 линии изумрудного цвета троицкой москвы Субтитры делал DimaTorzok Начнем мы с Троицкой линии и пойдем с севера на юг От Новаторской с пересадкой на Большую Кольцевую линию Через Университет Дружбы Народов и Генерала Тюленева Вот это, конечно, название До Тючевской За кадры для этого видео большое спасибо Кириллу, моему коллеге и автору канала Единый Транспорт Начнем свой путь, как и большинство фанатов, со станции Новаторская Большой Кольцевой линии утром 7 сентября Еще до открытия новой линии Здесь собралась огромная куча людей и блогеров Моих товарищей из ТМ Как только станцию открыли, огромное количество людей буквально побежали по переходу Сбивая с ног сотрудников СТБ и полиции Зачем творить подобное, лично мне непонятно Все-таки станцию открыли навсегда И вот перед нашими глазами первая станция из Умрудной линии Новаторская Станция имеет бело-оранжевое оформление и представляет собой типовой проект всех четырех новых станций Это трехпролетные колонные станции мелкого заложения Платформа и колонны состоят из гранитных плит, а стены и потолок из цветных алюминиевых панелей Освещение на станции выполнено в виде квадратных светильников на том же потолке Эта станция пока что единственная на Троицкой линии, обладающей пересадкой Но уже в декабре обещают открыть новый участок со станцией Новомосковская И пересадкой на Сокольническую линию Следующая станция на нашем пути – Университет Дружбы Народов Это такая же типовая станция, но в этот раз выполненная в сине-зеленых тонах Потолок со своеобразным рисунком из металлических панелей и освещением окрашен в голубой и салатовой цвета Из-за чего кажется, что сами лампы имеют такой свет Также подземный переход, подводящий к станции и наклонный ход эскалаторов Украшены мозаиками, посвященными Дружбе Народов Украшены мозаиками, посвященными Дружбе Народов Переходим к третьей станции – генералу Тюленева Потолок и одна из стен станции выполнены в виде косых линий Другая стена была облицована оранжевыми плитами Черные колонны и подобные линии, но теперь других цветов на гранитном полу Станция, подобно новаторской, выполнена в оранжевых оттенках Название для станции выбрали на портале «Активный гражданин» Но, по моему мнению, выбрали самый худший вариант Непонятно, почему некоторым так не нравится слово «улица» в названии Что ж, вот мы и дошли до последней станции новой линии – Тючевской Эта станция, на мой взгляд, самая интересная из всех недавно открытых в московском метро Да, она выполнена в серо-черных тонах Да, это все тот же типовой проект, но станция смотрится красиво и футуристично Станция похожа на предыдущую, генерала Челенева, своими косыми обводами Но на ее стенах красуются строки из произведения Тючева Колонна обделана стеклом, за которым виднеются настоящие опоры В будущем за этой станцией расположится продолжение Троицкой линии на юг Тючевская пробудет, конечно, лишь несколько месяцев За ней появятся три новые станции – Корниловская, Коммунарка и Новомосковская С пересадкой на одноименную станцию Сокольнической линии Считаю нужным упомянуть и подвижной состав на новой линии Самые современные поезда Москвы – Москва-2024 У меня на канале уже есть аж несколько видео про эту модель Я не считаю ее совершенной, но это вполне неплохой поезд Который на новых футуристичных станциях смотрится просто шикарно Переходим к другой, самой старой линии Сокольнической и ее самой новой станции – Потапово Эта станция расположилась на юге Красной линии за не так давно открытой коммунаркой, которая теперь называется Новомосковская Что интересно, Потапово – первая отапливаемая надемная станция во всем СНГ Ей должна была стать станция спортивная в Новосибирске, но ее, несмотря на почти полную готовность, не могут открыть уже несколько лет Снаружи, сверху, станция покрыта неким металлическим панцирем, а вот стены – станции стеклянные Изнутри днем очень светло благодаря солнечному свету, а ночью свет исходит от множества ламп на потолке, символизирующих звездное небо В центре платформы располагается подсвечивающаяся колонна с немного кривыми швами, но самое страшное на станции – лестницы, наверное, главный враг всех новых станций метро Москвы Попасть на станцию можно только поднявшись и спустившись по нескольким немаленьким лестницам Здесь нет ни одного эскалатора Для лиц с ограниченными возможностями здесь сделаны лишь пандусы И вот на этой ноте видеоролик подходит к концу Как обычно, ждем новых открытий в Москве и Петербурге До новых встреч!